Первоначально наус бывает наус у амара. Наус требует от этого человека, чтобы он, имеется в виду, все плохое делал. Если даже грехи не делает, ему хочется лечь, ему хочется телевизор смотреть, ему хочется кушать, ему хочется что-то, что-то еще, которое ведет его страсти к этому. Но он что делает? То есть если он упрекает, противостоит этому, если грешит, он противостоит этому, то есть тогда этот наус поднимается на одну степень, на одну дорожку он поднимается. Ее называют наусу лавама, то есть упрекающий наус, не дающий наус человеку делать, что хочется ему. Потом оно поднимается еще выше наусу мутмайна, уже наус смиренный, смиренный наус, покорный наус, то есть у него наслаждение, то есть находясь перед священным Аллахом, он находится в наслаждении. То есть рибадат ему дает наслаждение. Вот таким образом постепенно поднимается наус. Почему? Потому что Аллаху Таалу в любом наусе, в любом человеке создал вот врожденное существо, что он, то есть будет принимать истину, принимать акк, принимать добро. Вот таким врожденным существом Всевышнего Аллах создал любого человека, и поэтому любой наус, оно принимает, если же с самого начала начинать работать над этим наусом.